11 школ для 70-тысячного Новоалтайска уже мало. Город становится больше, прирастает и за счет барнаульцев. Получаются очереди. Уже несколько лет стать первоклассником в родном городе непросто. Когда мы пошли в первый класс, мест не хватает деткам. То есть мы кое-как попали в школу. В односменку перешла всего одна школа. В других, по словам жителей, учатся в две и порой даже в три смены. Так что, поясняют представители единого стройзаказчика края, новое учреждение просто напрашивалось. Для этого из регионального и федерального бюджета выделили почти полмиллиарда рублей. Что здесь интересно, то что в рекреации первого этажа начальных классов предусмотрена игровая, то есть для маленьких деток, и предусмотрены классы для продленного дня. Вот такого в школах у нас только мы начинаем вводить. У нас рождаемость неплохая. Один год, даже больше тысячи ребятишек у нас родилось, поэтому нам надо раз в пять лет, конечно, школу строить. Город растет, город развивается, жилье строим очень активно, люди к нам едут. И в этом плане подвижки уже есть. Глава заверил, что уже проектируют школу в 11 микрорайоне Новоалтайска. А этот объект обещают сдать к 2022 году. Нулевой цикл строительства почти готов. Анастасия Драган, Илья Кочетков, Андрей Печоркин. День с толком.